В Первоуральске устроили охоту на кабанов, лисиц, волков и бобров. При этом ни одно животное не пострадало. В условиях максимально приближенных к реальной ловле диких зверей провели соревнования для любителей стрельбы из лука. В меткости соревновались более десятка спортсменов. Подробности у Екатерины Сердитых. Все, что нужно для авто, выбирай в автобюро. В наличии более 30-тысячные именования автозапчастей для любых марок автомобилей, расходные материалы, масла и эксплуатационные жидкости. Автобюро Ленина, 53. Везде мешают все ветки. А ты как хотел? В 10 метрах от стрелка затаился волк. Не настоящий, лишь фотография с размеченными зонами. Первоуральц Андрей Пеньковский на такую охоту выбрался впервые. Стрельбой из лука он занимается всего три месяца. Сложность такая, что как на реальной охоте, где не знаешь, какая дистанция до мишени. И как раз препятствуют и ветки, и деревья. И с разных ракурсов приходится стрелять. 11 мишеней организаторы расположили в лесу так же, как если бы лучники действительно встретили животных. Дистанция от точек стрельбы до целей – от 5 до 30 метров. Соревнуются 12 лучников-любителей из Первоуральска, Екатеринбурга, Ревды и Белембая. Такие соревнования в городе устраивают впервые. В России есть 3D-охота. Это охота на животных. Из резины их расставляют в лесу на разные дистанции, на разные сложности. Соответственно, здесь мы попытались организовать то же самое, но только на обычные мишени. Участвовать могут и взрослые, и дети, использующие традиционный лук. Но и они бывают разные, говорят спортсмены. Например, спортинвентарь Андрея Косыча нецельный. Он имеет металлическую рукоять, деревянные плечи и специальную полочку, дающую преимущество. С него стреляешь более метко. Вот из-за того, что стрела лежит на этой полочке, то есть на руку можно и так его положить, и так его положить. И когда стреляешь, стрела по руке проходит, оперением зацепляет, и как-то это самое поворачивается или изменяет положение. В этом луке такого нет. Потому что стрела лежит на полочке, и она уходит. Анна Зейферт – лучница-профессионал. Девушка побеждала во всероссийских соревнованиях и завоевала не один кубок. Соревнование в Первоуральске – одна из тренировок для возвращения в большой спорт после многолетнего перерыва. Внесли меня в кандидаты в сборную России, соответственно, надо тренироваться. Ну вот теперь и тренируюсь. Это работа над самодисциплиной. И когда попадаешь стабильно, одинаково, галочку себе ставишь, что «О!» смогла сосредоточиться. В Первоуральске стрельба из лука только набирает популярность, говорят организаторы соревнований. Эти состязания лишь вторые. Следующие планируют устроить также в лесу, но уже с подвешенными мишенями, чтобы повысить сложность. Екатерина Сердитых, Андрей Волков. Новости Первоуральск. Новости Первоуральск.